Нам нужны три яблока. Яблоки весят чуть больше, чем пол килограмма. Яблоки очищаем от кожицы. Затем наши сочные фрукты потрем на крупной терке. В натертые яблоки добавим манную крупу. Пять столовых ложек, без горочки. И сразу же хорошо перемешаем яблочное тесто. Дальше, по желанию, для прекрасного аромата, добавляем одну чайную ложку ванильного сахара. А для баланса вкуса я кладу одну щепотку соли. Следующий ингредиент. Два яйца. И опять хорошо перемешиваем всю эту массу. Аромат очень аппетитный. Дальше добавим 80 граммов йогурта, сметаны или кефира. На ваш выбор. И опять перемешаем. Также нам понадобится пол чайной ложки разрыхлителя. А чтобы разрыхлитель равномерно распределился среди достаточно густых продуктов, я его смешаю со столовой ложкой муки. И высыпаю в яблочное тесто. И теперь еще раз все тщательно перемешаю. Наше необычное тесто оставим отдыхать минут на 15-20. Чтобы манная крупа хорошо набухла, подготовим форму для запекания. Хорошо смажем ее растительным или сливочным маслом. И слегка присыпем ее манной крупой или мукой. Форма у меня диаметром 22 сантиметра. Ну вот, тесто постояло, манка набухла. Я его перекладываю в подготовленную форму. Распределим его ровно, чтобы в дальнейшем оно равномерно пропекалось. Теперь эту красоту отправим в духовку выпекаться. При температуре 180 градусов Цельсия или 374 градусов Фаренгейта. Через 40 минут пирог готов. Правда, время запекания может отличаться в зависимости от духовки. Проверяем готовность пирога, как обычно, при помощи деревянной палочки. Она должна выйти сухой и чистой. Аромат у пирога просто волшебный. Очень аппетитный. Все-таки вот эту чайную ложку ванильного сахара стоит обязательно добавить. Готовьте с удовольствием этот необычный пирог без сахара и масла. По моему авторскому рецепту. Подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. Чтобы сразу видеть новые интересные рецепты. Ставьте лайк под видео. Пишите ваше мнение в комментариях. Я желаю вам крепкого здоровья и мирного неба. Как всегда, жду встречи с вами в следующем вкусном видео.